В селе Бесколе оценщик приступил к осмотру пострадавших домов. Подробности в этом информационном выпуске. Некоторых эвакуированных петропавловцев сегодня осмотрели врачи из Алматы, а местные парикмахеры запустили для пострадавших добрую акцию с бесплатными стрижками. Большой объем жирительной влаги. Гуманитарная помощь из далекой Ингушетии прибыла в Петропавловск. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации в семи районах. Более трех тысяч домов затоплены и 14 388 человек эвакуированы. В области началась вторая волна паводков. Пострадавшим предоставлено временное жилье. Предварительное число пострадавших семей составляет 3440 человек. Сумма необходимая для выплат единовременной социальной помощи составляет 1 миллиард 300 миллионов тенге. Средства для этого есть. Это 100 МРП по области. До конца этой недели мы полностью выдадим единовременные пособия для всех пострадавших. В результате паводков в области разрушено 30 участков автодорог общей протяженностью около 5 километров. Повреждено более 300 опор электроснабжения. В настоящее время ведутся работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры. За ремонтом дорог закреплены 8 дорожно-строительных организаций, имеющих 50 единиц техники. Завершено строительство новой линии электропередач в районе Шалакэна. Установлено 200 опор. Электричество подано в такие поселки, как Жаножоу, Жанаталап и Кенес. Необходимо дальше проводить ревизию, приступать к работе по восстановлению подстанции и линии электропередач. Восстановлена система водоснабжения областного центра. Сейчас в области основное внимание уделяется восстановлению жилья. Для ликвидации последствий стихийного бедствия из всех районов укомплектуют по 5 механических бригад и 8 единиц техники. Под горе к работе приступят 30 бригад Петропавловска. В этом микрорайоне на помощь придут бригады Габита Мусрепова, Таиншинского и Олихановского районов. За поселком Кожевины закреплены 4 района – Есильский, Жамбылский, Шалакинский и Аяртауский. В поселке Заречный будут закреплены 4 района – это Жумабаево, Тимирельский, Ахжарский, Мамлюцкий, ответственный Амиржаном Жанат Кабижанович. Мехбригада Акаинского района будет направлена на помощь к Лжарскому району. Для прибывших мехбригад в город Петропавловске будет организовано проживание, расходы за питание и оплату работ за счет командирующей стороны. Аким области сообщил о том, что в регион прибывает 16 вагонов гуманитарной помощи из Таджикистана. Два шифера, остальные, значит, в основном, конечно, вещи, вода, все это будем распределять. Надо будет, Руссанжимаш, то же самое. По всей, от начала до конца гуманитарной помощи, подключением, там, я не знаю, волонтеров, силового блока, правоохранительных органов, чтобы сегодня не было, сейчас очень много сбросов, фейковой информации очень много. Контроль должен быть по сохранности вот этого инвентаря. Кроме того, глава региона отметил, что необходимо провести техосмотр и оценку жилых домов, по результатам которых примут решение о возмещении ущерба. По областному центру затоплено 1939 домов. На единовременную выплату жителям области выделено 724 миллиона тенге. На социальную выплату подали заявки 1569 человек. В настоящее время свои деньги получили 957 человек. На сегодняшний день имеется 10 общежитий, которые рассчитаны на 2884 мест. Заселены 647, свободно еще 425. 1 июля количество свободных мест увеличится до полного объема в связи с переходом студентов на летние каникулы. Подготовлен жилфонд в количестве 18 квартир, 8 двухкомнатных, 10 трехкомнатных. Работы по откачке воды в потопленных районах также будут проводиться в усиленном режиме. Глава региона поручил мобилизовать все насосные станции области в Козылжарском районе и Петропавловске. В ходе совещания отчитался и Аким Козылжарского района. В районе подтоплено 1485 домов в 18 населенных пунктах. Эвакуировано более 8600 человек. Для обеспечения единовременной выплаты в размере 100 МРП 860 гражданам выплачено 317 миллионов тенге. Мотопомбы не обсуждается. И сегодня 50 домов, 50 мотопомб должны находиться там. Акимы, не для красного словца надо организовать работу таким образом, чтобы на каждом участке проводилась работа. В завершение совещания Гауез Нурмухамбетов поручил всем Акимам районов и руководителям ответственных органов в кратчайшие сроки восстановить ситуацию после паводка. Пострадавшие жители в течение трех месяцев должны войти в свои дома. Некоторые жители села Бесколь почувствовали на себе силу водной стихии. Наводнение настигло тех, кто жил возле реки Исиль. Светлана Барановская и ее муж не стали исключением. В доме, которому нанес учерб паводок, супруги прожили 11 лет. Летом прошлого года поднакопили денег и сделали ремонт. В доме сельчан 22 апреля побывал оценщик. Мы ему все показывали. Полы, обои, мебель, диваны. Все мы ему показали, все записал. Кухонный гарнитур, кровать. Мы спасли, холодильники подняли. Пришла вода на глазах. Пришла, мы видели прямо это все. Оценщик в Бесколе начал работать в первый день новой рабочей недели. В населенном пункте ему предстоит ознакомиться с состоянием примерно 200 пострадавших домов. Проведена работа по обследованию поселков Симпалатная Поголюбова-Надежка. Оценщик все осматривает. После этого он получает пакет документов на работу. После этого, когда будет проведен отчет, этот отчет приходит в отдел ЖКХ. И после комиссии, которая уже обследует, отчетная комиссия, оценочная комиссия, после этого уже финансы упадут с тем пострадавшим. Линолиум. Так, линолиум в каких комнатах? Там вот щит. Минимум на осмотр одного пострадавшего дома оценщику необходимо 10 минут. Специалист опрашивает владельцев, смотрит документы на дом, делает фото. Оценки подвержены сами жилые дома, ремонт и имущество движимое. Идем в порядке очередности по мере схода воды. Мы смотрим, когда был произведен ремонт последний. Это все данные уточняются у собственников объекта. Собственники объекта подписывают акт осмотра, где соглашаются с тем, что мы в него вносим. Что подлежит ремонту, что подлежит замене. Бытовая техника требует заключения специалиста на непригодность к использованию. С поиском такого специалиста сельчанам помогут в Акимате Казалжарского района. Перейдя у оценщика большой объем работы. Ему предстоит осмотреть пострадавшие дома в селах Вишневка, Ольшанка, Вагулина, Большая Малышка. Дарья Пашмансова, Вадим Ударисов, МТРК. Сотрудники филиала НК Казавтожол ведут работы по восстановлению республиканской трассы А-16 Джесказган-Петропавловск. На данный момент идет работа по засыпке крупногабаритных камней для стабилизации основания дорожного покрытия. В запасе у бригады 5000 тонн бутового камня. Рядом организована разработка грунтового карьера. Задействованы 48 единиц техники. Общая длина размыва порядка 250 метров. Работы планируют закончить в конце недели. Все еще сложной остается паводковая ситуация в регионе. Свыше 2000 домов подтопило с начала наводнения. Гуманитарная помощь поступает со всех регионов страны и соседних стран. Не остались в стороне предпринимателей депутаты городского масляхата Алматы. Они привезли 20 тонн гуманитарного груза. Мы привезли гуманитарную помощь из Алматы. Здесь все самое необходимое. От воды до бытовой химии. Наша сила в единстве. Если мы будем держаться вместе, то все преодолеем. Груза много, а места мало, признается Була Даньяров. Поэтому местные исполнительные органы сейчас решают вопрос об открытии дополнительной точки на станции Смирнова. Все стараются протянуть руку помощи, оказать содействие, чтобы мы легче пережили это бедствие стихийное, природное. На сегодняшний день уже порядка больше 400 тонн грузов только зашло на радугу. Мы здесь распределяем по пунктам выдачи, а уже волонтеры там осуществляют выдачу уже на руки гражданам, кто пострадал. Ежедневно в главном пункте приема гуманитарной помощи помогают порядка 70 волонтеров. И военнослужащие воинской части 6637 Национальной гвардии Республики Казахстан. Камила Каримшер, Ниязыманов, МТРК. Сегодня в рамках специального проекта Ассамблеи народа Казахстана Журек-Тен-Журекке Петропавловск заставили гуманитарный груз. Из Ингушетии передали 20 тонн питьевой воды. Существовали с горной Ингушетии, вода ледниковая, поэтому ехала она около 4000 километров. Немножко нервничали, переживали, как доедет, как пересечет границу, как не будет ли форс-мажора с размытыми дорогами. Но все по намерениям, все доехало. Теперь готовимся к разгрузке. Я думаю, вода – это жизненная необходимость, питьевая вода – это жизненная необходимость. Ну и будем принимать, будем распределять. Доставили воду на склад товарищества «Радуга». Далее волонтеры будут адресно распределять нуждающимся. Слова благодарности всем, кто с первых дней оказывает нам поддержку. Видео гуманитарной помощи. На сегодняшний день мы встречаем груз именно из республики Ингушетия. Ожидается груз также из Узбекистана, из Таджикистана. Помощь приходит отовсюду. По словам активистов, на данный момент проблему с питьевой водой решили. Дефицита нет. Алина Якунина, Вадим Мударисов, МТРК. Большая вода отступает из микрорайона Подгоры и других окраин Петропавловска. Но у полицейских работы меньше не становится. Рыск 1817. Обстановка норма. В настоящее время здесь работают коммунальные службы. Очищают улицы, которые еще недавно были залиты небывалым паводком. Люди проверяют свои дома. Все передвижения контролируются полицейскими. Проверяется автотранспорт. Местные жители могут пройти в зону подтопления только в сопровождении представителей власти. Люди относятся с пониманием к вынужденным ограничениям. Сколько я езжу, постоянно вижу, что на тех улицах туда дальше, что здесь они ходят, контролируют. Стражи правопорядка продолжают патрулирование как по воде, так и по суху. Цель – недопущение краж, обеспечение правопорядка и дорожной безопасности. Работа ведется круглосуточно в две смены. Здесь ежедневная работа, охранно-общественная порядка получается. Патрулирование как в дневное время, так и в ночное время. На лодках заплываем, патрулируем. Где помельче, здесь пешие маршруты у нас есть. Так что маршрута не будет. Всего на охране микрорайона задействовано 145 сотрудников управления полиции города Петропавловска и департамента полиции Североказахстанской области. В напряженном режиме продолжают работу и спасатели с военнослужащими. Валерия Севаш, при содействии пресс-службы областного департамента полиции. Вода снижается, фейки растут, говорят полицейские. Так, за распространение недостоверной информации привлекли 25-летнего жителя Петропавловска. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в инстаграме видео, на котором запечатлено Сергеевское водохранилище. В описании было сказано, что перелив составляет 4 метра. Таким образом, автор прибавил к реальному уровню воды порядка полуметра. Мужчина пояснил, что сведения о высоте перелива узнал у незнакомого человека, стоявшего рядом, пока снимал видеоролик. Свою вину горожанин признал. Полицейские напоминают, что за размещение и распространение ложной информации предусмотрен штраф для физических лиц в размере 20-ти месячных расчетных показателей. Передвижной медицинский пункт принимают пострадавших от паводка. Казахстанско-российский университет оказывает благотворительную помощь пострадавшим. 21 апреля специалисты разных направлений и гуманитарная помощь приехали в Петропавловск. В связи с сложившейся ситуацией, сложной, выдвинулись к вам. Со вчерашнего дня мы здесь работаем. Работает 8 врачей, в том числе кардиолог, психолог, узист, рентгенолог и другие востребованные специалисты. Все специалисты обеспечены оборудованием, то есть у нас есть рентген на борту, УЗИ, ЭКГ аппараты, кардиовизор делаем. Очень много различных исследований, в том числе исследований у офтальмолога. Всего пострадавших в общежитии порядка 250 человек. Консультацию у врачей здесь получили уже более 50 человек. Здесь условия отличные. Душ есть, все есть, только посуды не хватает. Готовить, гуманитарку дают, а готовить не начнут. Ни кастрюльки, ничего. Питание? Питание трехразовое. Завтрак, обед, первый, второй обед и ужин. Остальное, что там печеньки, все это у нас есть. Даже со школы 43-й выдали как бы сухой паек. То, что там оставалось от гуманитарки, они все нам отдали. Специалисты останутся здесь на неделю. Они пастят все эвакуационные пункты и окажут помощь всем, кто в ней нуждается. Алина Якунина, Александр Янсен, МТРК. Помощь пострадавшим от паводков поступает от многих организаций. Сегодня в Петропавловске группа парикмахеров организовала выездной день в Ивакопункт по улице Жумабаева. Активисты оказывали бесплатные услуги для эвакуированных граждан. Инициатором акции выступила директор одного из барбершопов города Татьяна Клобукова. Идею поддержали 14 мастеров из разных салонов. Нам предложили приехать в общежитие подстричь. Конечно, мы сразу согласились, сказали, что количество большое людей. Поэтому выставили в Инстаграме по знакомым по мастерам. В первый же день большое количество мастеров откликнулось. Мы не могли остаться в стороне. С первых дней мои мастера все организовывали гуманитарную помощь. Мы ездили по пунктам, оказывали моральную помощь, финансовую помощь. Также в два пункта ездили, где у нас животные размещали. На стрижку было около 40 заявок. Одну из них оставила Акмарал Рустемова. До паводков женщина вместе с мужем проживала в поселке Заречном. 9 числа нас эвакуировали, а 10-го уже затопило дом. Сначала мы жили в эвакопункте в 13-й школе, потом во второй, а уже после приехали сюда. Условия в обоих местах хорошие, нам все очень нравится. Все помогают, привозят гуманитарную помощь, кормят. Сегодня вот даже парикмахеров пригласили, я сразу записалась на стрижку. Муж тоже хотел, но потом сам сходил в парикмахерскую. Поэтому я сегодня одна пришла. Мастера посетят и другие эвакопункты. Парикмахеры уже много лет занимаются благотворительностью. На протяжении 7 лет они делают бесплатные стрижки для детей-сирот. Школьники продолжают обучаться дистанционно. На 22 апреля на онлайн-формат обучения перевели более 4300 учащихся из 18 школ в Североказахстанской области. Это 11 учреждений образования Кызылжарского района, 3 Петропавловска и 4 областные школы. С начала года в регионе произошло 139 пожаров. В огне погибли 13 человек. Материальный ущерб составил свыше 51 миллиона тенге. Сейчас в регионе начинается сезон лесных и степных пожаров. Спасатели напоминают гражданам о правилах пожарной безопасности в быту и на природе. Нужно всем строго соблюдать правила пожарной безопасности. Ни в коем случае не разводить в неположенных местах костры. Тем более не оставлять их без присмотра и уезжая оставлять их непотушенными. Это нужно своевременно свои территории очищать от сухой растительности, таких как заросли сухой травы и, конечно же, заросли камушек. Ни в коем случае мусор не сжигать. Его нужно, как положено, собирать и увозить на свалку твердых бытовых охотов. Прогнозированием условий возникновения природных пожаров занимается КАЗ «Гидромет». Как говорят специалисты, влияют многие факторы. В первую очередь, это длительный период без осадков и высокий температурный фон. С 15 апреля по 15 октября КАЗ «Гидромет» регулярно выпускает прогноз пожарной опасности. Прогноз пожарной опасности с указанием классов по каждой области Казахстана публикуется в ежедневном гидрометеорологическом бюллетене на сайте КАЗ «Гидромет» в разделах «Карта предупреждений», «Штормовые предупреждения». В разделе «Прогноз пожарной опасности» отображается карта класса пожарной опасности по республике и также текст прогноза. В мае прогнозируется высокая и чрезвычайная степень пожарной опасности. При необходимости будут объявлены штормовые предупреждения. В регионе сформировано 40 оперативных мобильных групп для проведения профилактических рейдов. Это сотрудники органов гражданской защиты и полиции, лесные организации, а также местные исполнительные органы. Валерия Филатова, Александр Янсен, МТРК В связи с повышением температуры воздуха увеличилась возможность возникновения пожаров. Чтобы не допустить их, честники вышли в рейд в поле зрения частный сектор промышленной зоны. Огнеборцы напоминают гражданам о соблюдении правил пожарной безопасности, раздают памятки. Большую угрозу представляет камыш, он легко воспламеняется, поэтому создается угроза как жилым домам, так и объектам инфраструктуры. Если его своевременно не убрать, не исключены возгорания. Убедительная просьба всех индивидуальных предпринимателей, также руководителей юридических лиц с пониманием отнестись к данной работе сотрудников, своевременно очищать свои прилегающие территории от сухой растительности, камыша, бытовых отходов, мусора. Существует статья 336 Кодекса об административных правонарушениях, которая звучит так. Несоблюдение правил содержания атмосферного воздуха и пожарной безопасности при складировании или сжигании бытовых отходов. Штраф на физических лиц в размере 27 месячных расчетных показателей, на субъектов малого предпринимательства до 200 месячных расчетных показателей. Особое внимание участкам в промышленной зоне. В ТО «Маслодел» прилегающая территория заросла камышом. Главный инженер товарищества заверил, что в скором времени все приведут в порядок. Также мы прислушиваемся к их рекомендации, проводим уборку, чистку прилегающей территории от камыша. И также все мероприятия по пожарной безопасности, как нашего завода, так и прилегающей к нему территории. Рейды по пожарной безопасности только начались. Охватить ими планируют все промышленные объекты и частный сектор города. Камила Карим, Шерния, Зыманов, МТРК. Бдительность и быстрая реакция помогли полицейскому спасти девушку прямо на дороге в Петропавловске. На пересечении улиц Сутюшева-Жумабаева, когда светофор загорелся зеленым, участковый инспектор полиции Нурбек Каиров обратил внимание на автомобиль марки Митсубиши, который так и не сдвинулся с места. Человек в погонах увидел за рулем девушку с явными признаками эпилептического приступа. Он сразу же выбежал из своей машины и незамедлительно приступил к оказанию первой медицинской помощи. До прибытия бригады скорой девушка пришла в сознание. По ее словам, такой приступ произошел у нее впервые. Сейчас жизнь автолюбительницы ничего не угрожает. А сам полицейский признается, что за годы службы уже сталкивался с подобными ситуациями, поэтому точно знал, что нужно делать. Изменения в законодательстве произошли в Казахстане. Подробнее о них говорил представитель Уполномоченного по правам человека по Североказахстанской области Жанат Жумабаев. Так, в статью 2 Кодекса о браке и семье внесены дополнения о защите, сохранении, укреплении и продвижении традиционных семейных ценностей. Введены нормы, ужесточающие ответственность за проявление насилия в отношении женщин и детей, а также призваны укрепить институт семьи безопасность несовершеннолетних. Криминализированы статьи, которые определяют наказание за умышленное причинение легкого вреда здоровью и побоя. Ужесточена ответственность за умышленное причинение средней степени тяжести и тяжкого вреда здоровью. Этот закон реализовал серьезный общественный запрос на защиту семейных ценностей, искоренение педофилии и семейно-бытового насилия, уверен Жанат Жумабаев. За побои, причинившие физическую боль, но не повлекшие легкий вред здоровью, вводится наказание от штрафа 80 МРП до 50 суток ареста. За легкий вред здоровью человека могут отстраховать от 200 МРП до лишения свободы на срок до двух лет. Распространяемое мнение о том, что закон якобы будет способствовать отъему детей, не соответствует действительности. Новый закон защищает детей от педофилов, теперь за это посадят пожизненно. То же самое и за убийство маленьких детей. Введена ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста, вплоть до ареста на 40 суток. Введена уголовная ответственность за пропаганду самоубийства. Важное нововведение – это возможность установления таких особых требований к нарушителю, как запрет на совместное проживание с жертвой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok